Восемнадцатый пункт поездки дня в городском бюджете на 2017 год, он оказывает в 18-19 годах, докладчик закончик Ольга Владиславовна, здесь у вас в администрации года в 2012 году. Ваше внимание представлено в проект бюджета, ваше внимание представлено в таблице, в которой четко показывает заключение КСП. Есть вопросы к бюджету? Василий Александрович Семенов. Предоставили сегодня, я так только понимаю, видел таблицу поправок по изменениям. Там по увеличению доходной части и по источникам, которые нашли, и по поправкам, которые, я так понимаю, предлагается внести в бюджет администрации. Мне бы хотелось по каждой поправке пройтись, потому что я, может быть, как депутат, не входящий в бюджетный комитет, я не совсем понимаю, что это за поправки, и куда делись те поправки, которые предлагались, например, нашим комитетам. Где они делись? Куда исчезли? Почему именно такие поправки оставили? Причем, что интересно, как бы статьи бюджета предлагались нашим комитетам к урезанию, а нашли о поправках на увеличение расходов. Их нет. Нам, может, кто-нибудь расскажет об этом? Еще раз, давайте, если есть вопросы, конкретные поправки. Ну, конкретный вопрос. Мы на комитете строительном сократили расходы на рекламную службу, насколько я помню. Вот, как там, 3 миллиона 200 тысяч рублей. И выделили полтора миллиона на проект планировки. На предложение, да. То есть, я так понимаю, это вопрос... Это дополнительно. Это все вопросы остались. Это дополнительно. Ну, пускай объяснят тогда, что было, что осталось. Или это дополнительные поправки, которые... Да, дополнительные. Ну, я на него и смотрю. Ну, на первом, который отменился, не был. Вернее, был, а который еще был, не был. То есть, смотрите, у нас... Просто объясните тогда. Да, структура прохождения комитета прошли, предложили свои вынесли. Дальше бюджетный комитет рассматривает все эти предложения, а уже журналисты, общую концепцию, те дополнения, которые выносятся на дуру. То есть, там рассматривались все эти предложения. И вынесло согласование с администрацией касательно дополнительных доходов, дополнительных расходов, которые возможно предложить бюджету. Вот на финальном комитете, который сегодня уже прошел, вот это сформировано, и сейчас вот это вот то, что есть. Вернее, тогда объяснить, то есть у нас была направлена по документам одна таблица, да, сводная таблица поправок, которые должны быть учитывающими совместными администрациями с администрацией. Правильно я понимаю? С этой сводной таблицы поправок пришли к обоюдному согласию, сделали ту таблицу предложений, которую мы сейчас видим все перед глазами. То есть, то, что было, тату мы не смотрим, смотрим на ее. Вот у меня поэтому и вопрос, почему там они были, а здесь нет. Это решение бюджетного комитета? Да, отлично. То есть, мы будем голосовать по каждой этой поправке или за всю таблицу в целом? В целом, ясно. Интересно. Вопросы, хорошо. Принцип Александрович. Я не буду задавать вопросы по статей, но у меня три вопроса, их общих, есть три вопроса. На бюджетном комитете юридическое управление наше высказало ряд замечаний, без которых, я так понимаю, принятие бюджета, наверное, невозможно. Хочу узнать, все ли замечания правового управления были учлены? Да, все замечания учлены со всем самым системам. Николай Владимирович, у нас все замечания, так понимаете? Александр Владимирович, у нас сформировано перечень поправок касательно замечаний правового управления, и они внесены тоже, мы будем за них ответить. Хорошо. Второй вопрос. Значит, мы принимали бюджет из учета кредиторской задолженности на 1 ноября 2016 года. Насколько выросла кредиторская задолженность за два месяца ноября, и как, и учтена ли она в бюджете 2017 года? У нас там, может быть, у нас есть, очень нечто. Давайте комментируем. У нас есть комментируем, как говорилось, что мы сформировали бюджет на 2017 год с учетом кредиторской задолженности на 1 ноября 2016 года. В январе, 20 января мы будем принимать точную титул кредиторской задолженности, которая сложится по всем структурным разделениям на конец года, на 1 января 2017 года. И эту информацию также публикуем и доведем до всех, на тесте с ней мы дальше уже будем делать определенные кредиторские задолженности. То есть я правильно понимаю, что на следующий день у вас цифры увеличения кредиторской задолженности нет, резервного фонда нет, и, скорее всего, если на версии, то она не учтена в уже 2017 года. Мы будем искать, где и как ее погасить. Правильно? В 2017 году. Но у вас статей дополнительных, как на резервы, нет на них. Александр Георгиевич, это именно то, что я говорю весь год и, собственно говоря, когда только впервые мы внесли бюджет, документы. Я вас понял, что в большом счете у них вам вас сделали здесь крайний. Я понимаю, что на всех комитетах вы открываетесь за администрацию, при этом те данные, которые вам дают, не дают вам возможности сделать бюджет юристичный. То есть я этот вопрос понял уже все. То есть мы не учитываем, а хоть еще одна статья, по которой у вас будет нефотно следить. И третий у меня вопрос. Значит, у нас учтены ли в полном объеме в бюджете 2017 года все те предписания, порядка, сколько я помню, что 8-7 миллионов, и решения судов, которые обязательны к исполнению в 2017 году по муниципалим учреждениям? Частично, я так понимаю, что тоже мы будем и обязаны к исполнению, но где всех средств тоже у нас нет. Там сложнее ситуация, чем опрос. Ну то есть мы не будем исполнять и будем платить штрафные санкции за это. Вы исполняете? Будем, но денег на них нет. Сумма-то достаточно большая. Я уже насчитываю, что у нас предельный дефицит бюджета увеличится разом в 2,5, как минимум. Что это за бюджеты? Все, я понял. Рассусоливать не буду, я понял ваши ответы. Думаю, что куда-то тоже задумывается. Спасибо. На самом деле, если можно добавить, когда мы начинали с 2016 года, у нас Критовская доходность была от 3 месяцев до 1,5 лет. И нам удалось вот за этот год, буквально ежемесячно, ежедневно контролировать все реестры в Критове Ежей, у нас сейчас середина октября. Это самое дальнее. Так мы платим ноябрь и начало декабря. То есть у нас таких уже задолженностей, полутора-годовых уже нет. И суды нам, и почему это было сделано и контролируется, чтобы у нас не было трехмесячных прозрочек, чтобы нам не выходить ни в кое-какие суды и на пень. То есть вот мы будем дальше, как ее все стараться, сокращать и уменьшать. То есть все помните, и ради автоматики, все помните и дворы, магистрали там, да, 50 миллионов. Мы все загасили. У нас сейчас идут такие текущие, можно сказать, платежи, как... Конечно, хотелось бы день в день, но пока вот и пытаемся к этому не идти. Виктор Сергеевич, вопрос я об этом шел. В честь и хвала вам, вы уменьшаете республику с удовольствием. Я сейчас говорю о надежности и реалистичности бюджета, который мы принимаем. И я бы сказал о том, что он не реалистичный, потому что вы не учли статей расхода, которые будут им обязательны к исполнению, в отсутствии резервного форума. Вот о чем идет речь. И то, что вы сейчас говорите, мы будем стараться уменьшать и как-то выходить из этой ситуации, это вопрос такой риторический, волшебный. Спасибо. 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 Уважаемые госпитаты, я бы хотел, можно, дополнить, расширить вопрос, который задал Синин. Дело в том, что на строительном комитете на протяжении всего года неоднократно поднимался вопрос о выделении средств на проект планировки территорий в городе, который не ведется вообще уже года три. И в частности на 2017 год. Нам также было сказано, как вы нам сейчас, Сергей Вячеславович, и уточняли, что надо найти источники финансирования. Источники финансирования из предложения администрации, которая надлась сегодня на бюджетный комитет, исключить расходы на содержание главной службы и исключить расходы на строительство фонтана, это предложение как раз строительного комитета. И этих денег, около 4-5 миллионов, мы просили как раз заложить на проект планировки территорий Петрищев-Галкина и проспект Ленина-Красноармей. Сегодня предложение от администрации на комитет источники финансирования сохранились, откуда они берут деньги, но куда они перерасходы перераспределяются, в этой таблице нет проекта планировки территорий, в которой комитет в течение года неоднократно свои решениями отставят. Наверное, на мой вопрос на бюджетном комитете мне было неудобно выставить этот вопрос на обсуждение городской думы. Я предлагаю все-таки депутатам задуматься над тем, куда мы будем развивать город или не будем, и те средства, которые необходимо вложить в бюджет, хотя бы страхованно, на проект планировки территорий, необходимо сделать. Источники финансирования мы на страхе помитете нашли. Сейчас они перераспределяются на непонятные мне расходы, на перенос установки, миллион рублей, при стоимости остановки 100 тысяч рублей, на благоустройство мутиного озера, на какие-то еще поддержки территорий, на сервер 2 миллиона рублей. Я не понимаю, о чем речь идет. Неужели у нас перенос установки важнее, чем в принципе проект планировки территории? Если у нас в этом году планируется расширение на Армейке и рио-асфальтерное до пересечения с улицы Сверов, то у нас нет проект планировки границ от улицы. Дальше у нас будет опять бардак, киоски по 200 метров, по 100 метров, дальше точечность застройка, пристройка, демонтаж рельсовых путей и так далее. Именно поэтому комитет рекомендовал внести бюджет, статью, проект, у нас еще там нет строки, которые бы деньги были за амплитивные, то, что мы говорим о дороге, все хорошо, спасибо Позвольничею. У нас было 5 возможностей проекта планировки территории, мы уменьшили до 2 наиболее важных Петрищево-Галкина и Ленина с нами. Нам было объяснено с партнером финансов о том, что ну аг деньги выделяются, но в управлении астектуры тоже нет статьи проекта планировки территории. Управление астектуры подтвердило, что у него достаточно долгов, куда оно тенит эти деньги на погашение ради существующих долгов. И опять мы пришли к тому, с чего начинали рома в декабре прошлого года. Игорь Сергеевич, вы свое мнение по поводу проекта планировки территории выскажите. То есть это старелое, то есть это все время отдалось проекту планировки территории, это дело про проспекту Алховского. Далее, то есть у нас администрация все это очень сложно схватывается, и администрация очень тяжело выделяет на эти средства, хотя вопрос очень острый, и он необходим, это все это будет. Игорь Сергеевич, я как строительство целиком полностью поддерживаю то, что надо в проектах планировки берут, и линии убивать красные, и так далее, когда у нас не хаотические достройки. Но на сегодняшний день ситуация сложилась так, что пока в апрелитете у нас немного получилось другие задачи. Я думаю, что в ближайшее время, сразу после Нового года, соберемся совместно со всеми с комитетом градостроительным, совместно с предпринимателем, со строителем, будем как-то совместно проблемы решать. Я думаю, что нужно будет обратиться и в строительство, и в реликтор, которые у нас в городе работают, и совместно с администрацией какого-то может быть возможно софинансирование данной проблемы начать решать. Вот мое предложение. Мы не сможем это сделать, пока мы не заложим статью расходов бюджет проекта планирования территории. Я не понимаю, почему вы считаете, что расходы на благоустройство и уйти на озеро важнее, если там, в принципе, нет подходов к этому озеру. Почему благоустройство территории озера, в котором нет подходов, важнее к проекту планирования территории, которые... с финансированием федерального романа. Дело в том, что по активному озеру нам нужно с Виндериктором согласиться с Курсником, как бы, Владимир Борисович, и Алик Викторович тоже. То есть это мы закладываемся в проектные дела, для того, чтобы вообще понимать перспективу, как там делом из Телеска, как там Курска, который находится тоже в центре города. И рядом с застройками, с коммерцией, да, и умершим с новым строительством жилья. Потому что очень много обращений, очень много обращений от граждан. Надо парк в нашем городе тоже приводить в порядок. Я тоже могу сказать. Хочется, Личу, голос, с вами согласен, что это надо, но проект благоустройства Луфтинвотера и проект планировки территории Петрищев-Галкина тоже проект. И нам тоже территорию надо благоустроить. К тому же она является еще и транспортной артерии города, где сейчас уже происходит движение живут граждане. Новые у нас делаются, занимаются сейчас и подачи, но мы занимаемся сейчас по-по-турче, будем заниматься мульоном по-новому трассе. Улим мы заскутим, я вас принимаю. Я прошу доложить статью и потом будем заставить. Вопрос не отъем средства, так и забываем, что он нашли на комитете. Мы нашли, рекомендовали. Я прошу вопрос вынести на обсуждение домом и голосованием. То есть статья бюджета проект ленировка территории. Мы сейчас можем оборудовать протокольным поручением, чтобы администрация в деньгваре у нас есть протокольное поручение от комитета неоднократно. Но на обсуждение не думаем, вот мы сейчас с вами обсуждаем. Есть еще у кого-то какие-то предложения по полу проекту ленировки территории? Представитель комитета Юрий Владимирович. Я вам снова скажу. Скажите, Ваш комитет обсуждает ваше предложение по полу проекту ленировки территории. Вы хотите, чтобы я подкомитировал, я не буду что-то закончу мою ленту керпетру. А, не буду что-то надо сказать. Так. Без предела нас кинули много раз. В 15-м году нам в 16-м в 16-м в 16-м в 16-м дайте, пожалуйста, представитель комитета. Я там в списке. сейчас вопрос отсутствует. Давайте я без микрофона скажу, что это сделано. Значит, по этому вопросу правильно было замечено коллегой, что мы второй год по этому поводу живьемся, пытаемся добиться, чтобы деньги были выделены. Значит, прошлый год нас продинамили, в этом году нам опять ничего не дали, хотя обещали, и мы находили статьи, где Виктор Сергеевич. Более того, я бы не хотел, чтобы вы нас, депутатов, сталкивали лбами, перекидывая на Мяснянкина, еще на кого-то из депутатов, что вот они вас поддержат. Наша Дума работает как единый механизм, и мы прорабатываем совместные вопросы. Если у каждого из депутатов и есть какие-то вопросы, то это не означает, что они должны быть кем-то проигнорированы из депутатов. Они могут быть, у каждого может быть свое мнение, но нас сталкивать лбами, не надо. Поэтому мне хотелось бы, чтобы вы подошли к этому вопросу, и он очень важный вопрос. Если мы на сегодняшний день уберем там трамвальные пути, у нас появляется очень много развязок, и у нас не будет дороги спутника, который бы позволил поворачивать нам к жилым массивам, которые там находятся. Это касается и Красноармейской, и продления Галкина, улицы Галкина с выходом на Цолковку. И много раз об этом было говорено. Вы знаете, самое плохое, что нас постоянно динамит из уст администрации, мне очень неприятно каждый раз слышать какие-то не хочется выражаться отговорки, мягко выражаясь, что вот так-то и так-то мы вот здесь. Мне бы хотелось, чтобы было понятно. Сказали, сделали. Если нет денег, так и скажите, нет денег, и не надо нас водить за нос. А когда нам говорят, найдите источники, мы вам ищем источники, и в конечном итоге мы опять получаем ничего, вот это очень плохо. Спасибо. Я прошу поддержать коллегу с предложением об уделении дополнительных средств на планировку территории Красноармейки, как минимум, поскольку она в будущем будет у нас расширяться, как минимум, будут убираться травмальные пути. Соответственно, там надо получить нормальную, качественную магистраль, а не про ларьки и про прочие вещи абсолютно согласен с коллегой. Пожалуйста, над этим поработайте. Спасибо. Митрофон объясняет Дмитрий Викторович, пожалуйста, включите. Уважаемые депутаты, речь зашла о Бутином озере, и я хочу привести некоторую ясность в этот вопрос. При всем том, что название, может быть, не очень звучное в этой теме, тем не менее, этот вопрос очень важен для Дзержинска и расскажу из того количества обращений к нашим городам, которые по одному поводу обращаются ко мне. Виктор Сергеевич не скажет, что сумма, которая заложена на развитие этой территории, она, значит, меньше той, что предполагалось первично для реализации мероприятий по уборке этой территории. Речь идет о проектировании для того, чтобы поучаствовать в федеральном проекте и высока вероятность того, что все-таки мы можем в силах этот проект поучаствовать в программе федеральной, привлечь сюда федеральные территории, что, в общем-то, наверное, немаловажно для нашего города. Поэтому, уважаемые коллеги, прошу все-таки поддержать эту инициативу и проголосовать за... Олег Викторович еще там нет... Сейчас мы по поводу пройдем в руки. Так там уже принеслось, кто ваш угарает? Я прям на секунду, коллеги, по поводу Утильного озера Кирилл Владимирович правильно заметил, что мы это решение принимаем не просто так, а на комитете. И на сегодня выделение денег на проект разработки парка Утильного озера, еще раз повторяюсь, позволит после того, как проект будет готов, получить деньги и с области, и с федерацией для того, чтобы здесь потом в дальнейшем у нас получился красивый парк. Спасибо. Коллеги, мы сейчас с вами увидим, что важнее, то есть здесь было первое замечание касательно проекта подробной территории и обсуждения будет слово Валерича принято именно об этом. Поэтому мы уже с вами перескакиваемся на другой фору. Да, по проекту можно? Две секунды. Да ешь, ты, вот, я скажу, когда еще раз правильно, мы закончим. Сейчас, Михаил Михайлович, 200 пунктов. Закончите вопрос. Не надо его заканчивать. В общем, я полностью поддерживаю Владислава Валерьевича по его опасениям и Юрию Владимировичу по улице Красноармейская по недопущению точной застройки и распространению установок там различного вида гиоска. Ну, раз такая ситуация происходит, у нас дефицит будет в бюджете, у меня предложение следующее. Давайте дадим протокольное поручение администрации города Дзержинска на запрет до формирования проекта границы ленировки, на запрет управления архитектурой, давать согласование и разрешение на установку там каких-то объектов торговли и точечной застройки. Может быть? Согласны. Мы поддерживаем, конечно, размаловывающие не помню. Сейчас у нас хорошо работает на нежизнанской комиссии, где часть департамента присутствует в течение недели. Мы тоже там всегда очень тщательно рассматриваем все вопросы и я вам уверен, что в последние годы я не помню, чтобы у нас когда-либо Дзержинская администрация была ходила даже решения об основном департамент и государственного развития. Я в три раза наступал, в три раза нас губернатор поддерживал и принимал нашу сторону, а не даже в Москву, потому что мы на месте так живем, как мы видим, будем так дальше продолжать. А с точки зрения разработки... Александр Евгеньевич, перестань сказать позову. С точки зрения изменений, я думаю, что мы все-таки в январе соберемся и изыщем такой, то есть все-таки один проект надо правильно говорить хотя бы надо еще начать. Начнем, может, она и в будущем. не больше опять взяли исключили расходы на строительство фонтана на торговую площадь это уже даже не пожелание депутата вы посмотрите телевидение выходит нам спрашивать чего хотите и постоянно говорят восстановить 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 сорбы хотят всегда говорят проект фонтан то есть это жители хотят даже может лицом повернемся к жителям ну просто так нельзя взять я понимаю что там видим с проектом что-то не очень там хорошо сделано там проект какой-то великий грандиозный забабахали нужно срочно это пересмотреть и все-таки средства нужно изыскивать потому что это люди просят люди непосредственно я еще раз говорю сколько телевидения не ходили опросы не делали всегда говорят об этом фонтане а мы сейчас просто опять его хлоп и нету но был там фонтан давайте его установим я думаю что не такие большие туда средства около 30 миллионов очень хороший проект нарисовал какой 30 миллионов поющий фонтан у нас дешевле ну 38 а здесь про фонтан но о чем мы говорим то есть это просто кто-то я не знаю специально что ли замораживать это дело но люди просят поэтому я хотел бы протокол записать что изыскать средства на восстановление фонтана причем этом году спасибо коллеги есть вопрос какие-то на самом деле смотрите значит я хотел бы добавить маленький нюанс значит твои зашли первое предъявление полномочий на сегодняшний день это уже в наших силах на особо не надо ничего создавать границы мы можем здесь внутри этот вопрос весь решить поэтому я попросил бы все-таки отнестись к этому вопросу посерьезней пойдем я просил в прошлом созыве хотя бы какую-то статью заложить в бюджете рубль туда положить а потом если будут деньги и целевыми не сделали в этом году не сделали опять опять игнор опять я не знаю то есть моей точки зрения это реальное игнорирование коллег депутатов причем не просто там один депутат там вообще под вопрос попала просто вот комитет решал вопрос неоднократно обсуждался и так проигнорирование это части как раз проекта планировать территорию я хотел закрыть одно из очень важных с моей точки зрения внимания на предприятие муд экспресс мы на сегодняшний день я вижу в бюджете всего 20 миллионов которые как бы уже заложены бюджет я бы хотел бы просить всех здесь присутствующих значит чтобы бюджет было заложено 62 миллиона рублей значит далее это не значит что эти 62 миллиона рублей вы должны будете то есть бюджет должен будет нам дать но ситуация такая прошлом году то есть мы идем по пути каком 20 миллионов было заложено и практически каждую думу мы с вами на всех там на комитетах на бюджетных со скандалами с руганью принимали какие-то решения опять по дополнительному финансированию и это как бельмо на глазу у всего города не пора ли подзадуматься зачем нам лишний раз поднимать вопросы в течение года заложить эти деньги в бюджет не выберем мы их мы естественно будем стараться чтобы понизить все мы не будем шпунять и вы будете понимать что эти деньги есть и не надо будет никак согласовывать ведь вы же понимаете ситуация крайне тяжелая на предприятии и никто не может сказать что у нас сейчас нету положительного баланса на предприятии за из тех шагов мы действительно выкарапливается у нас положительная динамика поэтому мне для того чтобы спокойно можно было жить в этом году я попросил бы заложить эти деньги бюджет дополнительно они те деньги 42 миллиона которые мы должны взять по гарантию администрации кредит ла 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 и еще предложить свои какие-то свои какую-то недвижимость заложить для того чтобы взять этот кредит у нас нет такой недвижимости земля не разграничена у нас все по сведению нам нечего предложить с моей точки зрения это можно и предложение она очень тяжело исполнимо чтобы нам взять кредит поэтому я бы хотел чтобы все таки эта ситуация не была потеряна ее надо разобрать значит в администрацию и на комитет бюджетный я представил динамику развития перспективы значит если вы нам даете 62 миллиона если вы отдаете 40 миллионов если 20 миллионов по году что будет происходить я вам сразу всем хочу сказать что если будет 20 миллионов след вот семнадцатый год мы проведем с очень большим рисованием по доходности предприятия изношена техника изношена нам очень необходимо купить минимум вот прям минимум 15 автобусов и это все прекрасно понимают у нас идет недосбор если на сегодняшний день я начну увольнять людей потому что у меня автобусы не могут выйти на рейс то завтра мы потеряем все эти маршруты жалобы есть тяжелая очень тяжелая ситуация мы не можем понять эффективность предприятия не имея новой техники все коммерсанты покупают них три года и до свидания новую технику покупать у нас самый ранний автобус поздний автобус который был куплен четыре года назад три автобуса все остальное свыше семи лет поэтому здесь мне бы хотелось найти понимание и у администрации и у коллег депутатов чтобы подойти внятка к этому вопросу если уж мы попросим не условно не не 60 выберем а выберем 40 но мы зато закроем за восемнадцатый год все долги мы выйдем в восемнадцатом году без долгов это наше предприятие это сможем сделать но без динамики но без плюсов понимая что у нас нету техники возможности купить технику я попрошу тогда может быть администрация найдет себе силы и купит нам автобусы из бюджета отдельные статьи его пропишут на покупку автобусов муп экспресс 15 автобусов купите нам и мы готовы будем с этой двадцаткой тогда воландоваться мы поднимем свою экономику потому что каждый не выпущенный рейс не привезли деньги а деньги заплатили и водителям и прочее прочее здесь поэтому вот мой подход такой 62 попросил бы рассмотреть этот вопрос нам на предприятие либо 40 и купить нам автобусы и тогда в восемнадцатом году она будет чистой без долгов и будет хорошем состоянии спасибо я хочу поправку внести вопрос задать администрации все-таки на благоустройство озера утиной или на проект благоустройство озера утиной 5 средств перераспределяйте понятно пока еще с мэр потому что сейчас у нас объявлена новая федеральная программа буквально началась начинается своей лестнице 17 года выделено на международский область уже выше это проектная работа решение которое будет корректно решить на благоустройство а что там и написки посмотри что написано формирует не сняты фондин Добрый день. По поводу того, что бюджет у нас не системный. Поясню нашу позицию, в чем наши претенции. Понятно, что экономическая ситуация в городе и в стране нерадужная, и мы находимся в непростой экономической ситуации. Но что делает нормальный менеджмент такой ситуации? Он работает в двух направлениях, пожимает расходы и ищет не найти доходы. К сожалению, присутствие на бюджетном комитете и на комитете по городскому хозяйству, у меня также, как у большинства коллег, сложилось впечатление, что администрация не хочет заниматься именно детализацией. То есть, не буду сейчас вдаваться в детали, но по очень многим позициям по расходной части администрации есть большие вопросы. Правильно, Олег Викторовичу Богданову задавал вопросы на комитете. В том числе, что на благоустройство огромные миллионы заложены, а вот, так сказать, не поддержаны при этом реальной ситуации. То есть, тот же Олег Викторович готов и заменьшить деньги работать. Так можно пройтись по многим позициям, которые озвучивали депутаты, в то же время на действительно социально значимые вопросы, которые там не вне бумажки. Потому что реально получается так, вот, складывается впечатление у депутатов этой практики, что некоторые муниципальные предприятия, учреждения, некоторые подразделения работают сами за себя, кроются на зарплату. То есть, экономического эффекта здесь никакого нет. Я не беру МОП-экспресс, который выполняет социальные функции, а вот многие муниципальные предприятия, тоже мы городом, какие-то огромные деньги заложены, а вот если посчитать эффективность, возникает большие вопросы у депутатов. А именно на социально значимые темы, те же поддержки ТОСов, где действительно люди проявляют инициативу, где готовы как раз вкладывать свои силы, свое время для того, чтобы помогать городу, о чем мы, кстати, обращаемся с вами к гражданам и говорим об социальной активности. И при этом, то есть, прямому хорошо говорим о социальной активности, но материально мы никак это начинали не поддерживать. И так, так сказать, по многим-многим позициям, касающимся, даже вот Юрий Владимирович сейчас выступал в МОП-экспресс, это стратегические предприятия для города, то есть, позиции администрации вообще непонятные. То есть, мы слышим только монологи Юрия Владимировича и какие-то реплики администрации города. Так что же администрация сама видит, какую судьбу на 17-й год, это непонятно. То есть, кинули какую-то сумму, которая не спасет однозначный экспресс. Если касается доходной части города, то здесь тоже, как мы видим, администрация города не ведет работу по изысканию дополнительных источников. И справедливо коллеги из Единой России указали, что тот же вопрос о формировке территории, это тоже дополнительный источник. Набирование земельных участков, это дополнительные источники. И насколько работают нелегалы в промзоне, которые не платят налоги, администрация тоже вообще как этим вопросом не занимается. Поэтому, подытоживая, мы голосуем против бюджета и надеемся, что администрация города все-таки озаботится тем, чтобы сократить ненужные расходы и найти те доходы, которые пошли бы действительно на нужный город. Спасибо. Я предлагаю прекратить дискуссию и начать голосование по предложению комитета. Вопросов больше нет, тогда предлагается перейти к голосованию, так как у нас голосование непростое, просто за бюджет. Поэтому, значит, у нас алгоритм такой, что мы с вами принимаем сейчас проект решения за основу, который у вас были глазами, мы просто хотели здесь с тем, что дальше мы принимаем предложение администрации города в проекты решения, где они из-за бизнеса 1,800 соответственно с распределением по статьям. Второе, мы отменяем предложение, содержащиеся в свой таблиц по праву, в исключении по праву, который учебный палатный право управления. Третий, мы принимаем предложение, который учебный палатный. Четвертый, мы принимаем предложение право управления городской думой. И у нас еще есть пункт в Овецке дня, который был в комитете. Бюджет сейчас обсужден, и решение комитета было положительное. То есть, с учетом дополнительных блоков, это выделить 5 миллионов 300 на футбольный уровень, который является софинансированным согласно бюджету, федеральному бюджету, извиняюсь, это на стадионках право управления городской думой. То есть, вот эти 300, которые два номера у нас. Потому что нам предлагается новое поле искусственное. Вчера информация прошла, поэтому сообщение такое срочное. Принимался сегодня джинный пометитель. Вот такой алгоритм предлагается. Проголовый фонд получит. Микрофон. Орловый фонд получит. Меня интересует, вот сейчас были озвучены протокольные поручения, пожелания депутатов. Они в какой последовательности будут вставаться? Это отдельно. То есть, мы сейчас проголосуем сначала по бюджету, потом протокольные поручения. То есть, каждый из депутатов, которые протокольные поручения, готовы сейчас озвучить, у каждой проголосуем. То есть, вы сейчас твоя бюджета голосуем. То есть, нам надо бюджет венеть. Как документ. Нет, по-моему, было. Если ты его применим, когда поручения не надо голосовать. То есть, вы имеете в виду протокольные поручения. То есть, тогда это уже не протокольные поручения, да? То есть, это тогда уже изменим бюджет. То есть, вот, амбюджет, который у нас сейчас есть. Ну, я, например, не изменяю, допустим, параметры этого бюджета. Просто отработать. Ведь бюджет, что? Это живой механизм, да? Сегодня там передвижки и т.д. и т.п. А у меня предложение было такое. Оставить, допустим, бюджет в том виде, ну вот, проголосовав все, что было озвучено, да? Но, там, с января месяца отработать, вот, допустим, там, и по проекту смертной документации, и по уставлению. То есть, может быть, где-то какие-то передвижки, может, еще что-то. То есть, ну, вот что-то такое. Фан Калыч, я предлагаю, сейчас мы с вами голосуем по бюджету. Дальше мы протокольные поручения голосуем. То есть, у нас протокольные поручения. Это Владислав Павлович касательно проекта, куда мы говорим, Юрий Владимирович касательно МОП-экспресса. Вот, еще бы тоже, добавляю, подробное поручение. Я, я вот сейчас только что озвучил свое по фонтанам. Соответственно, фонтан, я. Вот, мы эти протокольные поручения с вами одно по голосуям, и далее на Юргарскую думу вносим и слушаем, заслушаем в администрацию по этим протокольным поручениям. Хорошо. Коллеги, тогда, значит, предлагаю сейчас начать голосование. Первый. То есть, голосуем принятие проекта решения за основу. То есть, тот проект, который у вас перед глазами из 35-ти. Голосуем, кто за. Решение принято. Второй, значит, мы голосуем принять предложение администрации города в проект решения, который у вас тоже перед глазами, где изменена доходная часть на 1,800 и эти доходы распределения. Ставим вопрос на голосование, кто за. А где? А где? Какое? Вчера было 7,7,4? 11,800. 11,800. 11,800. 11,800. Да. Где вы решение фракции? 12,300. Где вы это? Нет, там не промену. Ошибка. Там не помню. Ошибка. Олег, а может, было у нас в решении фракции ошибка математическая? Да, да, да. Там 1,99. Три же паразита. Ставим вопрос на голосование. Кто за. Константин Юрьевич, голосовый. Решение принято. Вторая поправка – это отклонение предложения, содержащие сводные таблицы поправок, за исключением поправок отравления счетной палаты права управления Дородской Думы. А чья там есть? Это старая, которая была. Глазовь. Старую убираем, но сейчас новую, то есть на 1.800. Сейчас. Теперь мы голосуем за принятие предложения, которые решили в палате. Ставим вопрос на голосование. У вас документы на найду. Продолжение КСП было разумно на бюджетном комитете. Сводные таблицы. Все это есть. Решение принято. Четвертый. Принятие предложения правового управления городской думы. То есть они тоже у вас должны быть. Все документы, все изменения, которые предложил правовое управление. Ставим вопрос на голосование. Решение принято. Ставим вопрос на голосование по выделению 5 миллионов 300 рублей на софинансирование с федеральным бюджетом по вкладке. Валерий Геннадьевич. Мне просто интересно, а сколько федерации выделяет здесь? Общая сумма. 12. То есть всего будет 17, да? Всего 19. Практически там 20. 12, 226 и 5 дает федерация. У нас только вкладка. То есть они дают до 12. Они дают поле доставка, а у нас только вкладка. Да, примерно столько и столько и стоит. Я просто уточнил. Спасибо. Ставим вопрос на голосование. Тоже, а можно еще вопрос один? Если это как про лактаму. К про лактаму касается, я понимаю, на центральном поле будет уложена искусственная поляна, да? А у нас после этого в городе хоть один каток останется зимний? Потому что я так понимаю, его заливать нельзя будет? То есть или его можно будет заливать, или не положить такой ситуации, как на химике, когда там был хороший каток и лишили себя? Да, у нас работает, и на следующий год будет так, чтобы в этом году два. То есть большое поле будет залито и будет где на этом, ну, зимой время проводить на коньках, да? За вопросы. Коллеги, ставим вопрос на голосование. Давай к нам. Слышишь? И вот, не для всех. Голосы не дают. Голосы не дают. Хорошо, поставим. Решение принято. Голосуем принятие проекта решения в целом. Какого решения? Всего. То есть мы с вами приняли проект решения за основу. Сейчас проголосовали все дополнения, которые к этому бюджету. Теперь в целом с учетом всех этих поправок, которые мы внесли. Мы сейчас с вами раз, два, три, четыре, пять поправок внесли. Теперь нам надо в целом проголосовать. Подожди, подожди, подожди. Подожди, подожди. Какая-то мурта такая. Я даже не знаю. Все мы голосовали сейчас вообще. То есть... Юрий Владимирович, микрофон включить, пожалуйста. Да, сделайте предложение. Враги, скажите, родные карты. Вот, знаете, вот на самом деле... Намок денег не дадут, голосуй против. А как вообще обстоят дела с моим предложением? Я хочу понять. Юрий Владимирович, мы вот сейчас перед началом голосования обсуждали этот вопрос. И проговорили о том, что сейчас мы голосуем документ. Далее мы протокольные поручения голосуем к администрации для того, чтобы в день в день рассмотреть вот эти все изменения, которые касаемо проекта «Умеровая территория», «Убэкспресса» и «Фонтана» на «Убэкспрессе». Сергей Вячеславович, вы должны понимать, что все, что временное, это вечное. Значит, все, что там на январь, думаю, что когда-нибудь в лету, меня уже катали-катали, второй год катали уже с планировкой территорий. Поэтому у меня предложение здесь и сейчас. У нас на кукольный театр выделяется 1 миллион 200 рублей. Я думаю, что Галина Николаевна будет не против 100 тысяч там удержать и в отдельную статью прописать на план планировки территорий. Она тебя сейчас порвёт. Тихо, тихо, тихо. Я хочу, чтобы была прописана отдельно статья. Отдельно, на планировку территорий. Вот что хотите, делайте. Я готов это поставить. Я не видел этой статьи. Меня в прошлом году катали-катали. И в этом году тоже самое. Я в прошлом году попросил, положите туда рубль, пропишите статью. Юрий Владимирович, я, по-моему, за год что обещался, все делал. Я же только что сказал. Один проект планировки мы сейчас вместе сядем. Самый значимый цена-качество и будем начинать. Что вам мешает просто завести статью отдельно? Юрий Владимирович, давайте стремим. Мы сейчас с вами много документов, хотя не сможем это сейчас ввести. Но Сергей Сергеевич берёт на себя ответственность о том, что проект планировки территории в 2017 году будет сделан. Это первый момент. Второй момент. Касательно денег по Мобэкспрессу, мы формируем протокольное поручение. Если мы вспомним бюджет прошлого года, вернее, 16-го года, когда в прошлом году формировали, у вас также было в бюджете выделено 20 миллионов на Мобэкспресс. Я не был там директор. Я понимаю, но тем не менее, в течение этого года вам были выплачены дополнительные суммы. Поэтому на сегодняшний момент мы принимаем с протокольным поручением. А дальше мы живём, и я думаю, что администрации будет так же интересно, чтобы там, где вы, вернее, работаете, директор Мобэкспресс, наше городское предприятие, было бы эффективно, и транспорт бы там обновлялся. Я всё-таки хочу закончить по этому поводу. Коллеги, вот, я не знаю, у меня микрофон-то выключается, то он фонит, то он... У меня постоянно какие-то с микрофоном происходят неприятности. Значит, мне бы хотелось, вы должны понимать, и у нас есть представитель прокуратуры, который также может подтвердить, что я практически каждый месяц в прокуратуре с письмами, с жалобами, несвоевременной выплаты зарплаты. И это везде так. И недалёко, как в ближайшие там дни, у нас будет опять что-то арестовано, и опять мне надо будет выдавать зарплату. Я опять прибегу к вам, опять буду здесь, и всем вам мозг выносить, прошу прощения за выражение. Понимаете? Просить, не за себя ведь прошу, ведь поймите самое главное. Это городу прежде всего надо, у нас там работает 600 с лишним человек. Давайте позаботимся хотя бы о том, чтобы своевременно выплачивалась зарплата хотя бы. Это для меня самое главное, понимаете? Остальные дырки-то мы закроем. Ну вот это самое важное, людям жить надо на что-то. И так мизерные зарплаты на самом деле. У тебя микрофон уже красный. А в том спрашиваю. Будет всегда зелёный даже. Я вас прекрасно понимаю, и кто вас бросать не собирается, не менее как вчера мы изыскались кроме, можно сказать, и миллиона рублей, перечислили для того, чтобы у нас не было остановленных ролейбусных движений, потому что у нас там опять идёт, до конца этой недели необходимо было закладить электричество. Правильно? Никто не бросил. Новый год у нас всё работает, всё хорошо. 20 миллионов у вас есть, металлолом есть. Будем, значит, сейчас садиться. Сейчас мы нам бизнес-план ставим, сейчас мы его изучим, соберёмся и будем дальше эту проблему решать. В чём дотросим прекрасно. Согласен, я же опять к чему возвращаюсь? Я опять веду к тому, что я в очередной раз буду опять на Думах, на комитетах доказывать эту ситуацию. Понимаете, что надо, надо, надо. Я уверен, что всем здесь присутствующим депутатам уже неинтересно меня слушать, потому что я 20 раз одно и то же повторяю. 20 раз. Выполняешься, нам всегда интересно вас слушать. Да и это интересно чёрт новенького послушать, а то, что я трахчу постоянно одно и то же, это же... Уважаемые коллеги, вот то, что сейчас происходит, я считаю, что это, ну, Гильмадеевич назвал это мута, я скажу, что это, наверное, просто бардак. Почему это происходит? Вот здесь нарушаются, я считаю, нарушаются мои права как депутаты, нарушаются права других депутатов. Вот Алексей Александрович сказал там свое предложение про голосование за каждого, по каждой поправке. Вот мы три недели, и все так восхищались этой рабочей группой, принимали какие-то решения, приняли какие-то поправки, учли какие-то замечания и просьбы, в том числе и администрации города. Потом последний момент, все эти поправки, грубо, чтобы не сказать, отклонили, придумали в ночь какие-то другие. Мы их принимаем без обсуждения, списком, скопом. Сейчас уже никто не понимает, за что голосуем, кому предложим. Я понимаю Юрия Владимировича, потому что на рабочей группе, тоже с кровью, с криком, выделили ему 20 миллионов, и плюс к ним обязались помочь взять бюджет, защищенный под гарантией администрации еще на 43 миллиона, который он сможет взять и как-то выжить. Вроде бы какое-то нашли решение, потом ему отклонили, оставили только 20. И в конце концов, сейчас большая часть депутатов так и не понимает, а что это за бюджет, что это за статьи. Я задал вопросы по основным параметрам, у них ответов нет, и все у нас как-то на авось. А давайте как-то получимся. У нас социальная департамент или там группа говорит, да, нам средств не хватает, но мы выживем. И вот у нас полная непонятка, как можно за этот бюджет голосовать. Поэтому я все-таки предлагаю, я понимаю времени, понимаю, что может нам придется за бутербродами сходить и сидеть здесь до ночи. Но если депутаты просят и говорят, давайте обсуждать все-таки поправки, чтобы понимать, за что мы голосуем, ну, наверное, стоит учить, учитывать их просьбы и их права. А сейчас за то, что мы проголосуем, половину не будет знать за что и что это за бюджет. Спасибо, Александр Георгиевич. Вы смотрите, у нас рабочая группа, их работают в течение двух недель. И вам две недели хватило, чтобы не до конца докопаться до сути. Если мы сейчас будем так же голосовать, мы повесим, ни к чему не придем. То есть у нас есть сформированный бюджет на сегодняшний момент. Он, так или иначе, уже основной массой депутатов, я думаю, вдоль и поперек, прочитан, изучен и понятен. То, что он не радужный, это да. То, что у нас дефицит бюджета есть большой, это тоже да. Сейчас вот эти поправки, мы с вами статьи откуда снимать для того, чтобы что-то включить, но я уверен, что не найдем. Поэтому предложение такое, мы сейчас, во-первых, проголосовать, а дальше протокольные поручения мы с вами тоже проголосуем. И в течение года мы будем этим заниматься. То есть это же не новость, что у нас в течение года будут постоянно поправки бюджетов. За этот год я хотел бы напомнить, что, не считая сегодняшний, мы уже голосовали за семь, поправим бюджетом. У нас было семь из них за бюджетом, поэтому это будет продолжаться и в следующем году. Понятно, что бюджет непростой, и я не скажу, что мне он тоже очень нравится. У меня тоже к нему огромное количество вопросов, и у каждого депутата так же. Но нам бюджет надо принимать, но в следующий год надо начинать уже с принятым бюджетом. Поэтому я ставлю вопрос на голосование, то есть принятие проекта, решение в целом. Продолжение следует... Решение принято. Поздравляю всех с бюджетом. Продолжение следует... Коллеги, у нас у нас два пункта поездки дня. А, да. Протокольное поручение. Первое протокольное поручение ставится на голосование. Это предложение комитета по архитектуре и строительству о включении на будущий год обязательного формирования проекта планировки территории. Кто за, прошу голосовать. КОНЕЦ КОНЕЦ Решение принято. Второй пункт поездки дня. Включить администрации протокольное поручение с обсуждением на Думе в январе. Продолжение намок экспрессии и уделение дополнительных средств на покупку подвижного транспорта. Продолжение следует... Решение принято. Третье протокольное поручение, которое выдвинул на голос Михаил Михайлович, касаемо строительства фонтана и торговой площади. Протокольное поручение администрации. Прошу голосовать, кто за. Сколько я бы сейчас протокольных поручил? Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... А можно нас... Да. Правовое управление может дать оценку? Можем ли мы запретить? На нас в пас не побегут? Рекомендовать можно. Законно. Правильно. Рекомендовать. То есть это никак не определяет. Это масло-масло. Продолжение следует... Коллеги, давайте так. Мы с вами голосуем за протокольное поручение, которое не являются командой. Это рекомендация. То есть, соответственно, если там будут какие-то изложенные, не такие, моменты, которые являются в правом поле, то нам на это укажут. Давайте сейчас. Мы голосуем за то, чтобы администрации поручить не проводить точную застройку по красному мнению и тем самым оградить наш город от этого изобразия. Это когда у меня предложение и Галкина сюда внести, и Краснометску и Галкина, Галкина тоже там должна пройти дорогу. Чего? Давайте, коллеги, голосуем. Юрий Владимирович, смотрите, Сергей обещал лично в январе прийти на комитет по архитектуре и строительству. И там, я думаю, мы эти вопросы все обсудим.